Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Гелезудинова и мой канал Делимся Опытом Взаимно. Сегодня я хочу посеять львиный зев. Семена самосборные. Я посмотрела, у меня вот так львиный зев 18-го года, сбор семян. А семена, я знаю, что хранятся львиного зева 3-4 года. Поэтому я думаю, что он должен быть всхожий. Ну, почему рано сажу сегодня, 10 февраля, для того, чтобы поэкспериментировать. Если он не всхожий, я просто куплю семена и посажу. А время еще есть. Я раньше смотрю, сеяла львиный зев 15-го марта он вырастал, но попозже зацветал. Но нам же теперь хочется всегда, чтобы у нас уже цветы цвели, начинали с 1-го июня цвести. Высадим в конце мая, и почему-то в последнее время погода позволяет. А львиный зев при правильном уходе, при закалке этих потом рассады, он не боится заморозков и переживет даже возвратные заморозки. Вот такой вот львиный зев. Ну, приступим. Хочу, знаете, посеять я таким способом. Землю я вот сюда приготовила, почвогрунт. Вот, то есть, здесь покупной торфогрунт перемешала с вермикулитом. И вот я сеяла так, ой, черенковала. Вот у меня осталось маленькое земли. Я решила посеять сюда львиный зев. Как я буду сеять? Тоже так я не сеяла. Ну, знала об этом, давным-давно слышала, но решила попробовать. Я его помешаю с песком, песок мне Витя просеял речной, я его прокалила. Теперь у меня песок есть. Сделала вот такую из бумаги кулечек, вот так вот заострила его и буду вот так сыпать. Но сейчас мы посмотрим. Сюда насыпем семян львиного зева. Семянки, конечно, покрупнее, чем у петунии. Так, много, наверное, насыпала. Ну, ладно, эти отложу семена. Отложу. Здесь, конечно, у меня еще есть и маленько листочков, мусор. Ну, ладно. Так, теперь я насыплю сюда песочку. И помешаю все. Да, наверное, достаточно. Может, даже и много насыпала, не знаю. Так, размешаю, размешаю и высыплю в пакетик. А теперь я вот так вот буду засыпать в рядочки. Я сделала уже рядочки. Я еще раз говорю, хоть бы взошел. А если густо взойдет, это можно продергать. Что я и делаю. Вчера дергала свои виолы, поставила на стол и продергала. Ну, не все, конечно. Мне жалко, я так просто его проредила. Потом, если будет густо, я еще его продергаю. И пока это до пересадки, надо дождаться хороших, хорошее образование корней. И тогда уже, конечно, мы... Ой, у меня там столько осталось много. Наверное, надо еще сделать... Насыпать еще в какой-нибудь нейрочек земли и еще посеять. Вот теперь я его вот так со спринцовки, или как его называют, медицинская груша, я вот так помаленечку полью. Ну, водичка у меня с фитоспорином. Такая вот, понимаете, цвет такой, как чай. Даже я что-то слабовато развела. Можно как крепкий чай разводить. И он такой, что и даже его переборщишь, этого фитоспорина, ничего так страшного не будет. Поэтому я что-то слабовато развела. Ну, ничего. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я оптимистка. И если у меня даже что-то не взошло или упало, ну, ничего страшного. Еще посеем. Время есть. Вот так я закрою. И, конечно, подпишу сегодня число. Я подпишу прямо вот здесь вот. Спиртом хорошо все стирается. Да, и они такие старенькие, что 10-го, 0-го, 2-го. Вот, львиный зев. Для львиный зев-то можно и не подписывать. Вообще-то у меня много всяких коробочек. Чтобы не путаться, можно и подписать. Вот теперь будем ждать сходов. Поставим его. Я сейчас поставлю его, конечно, вот здесь вот у меня под подсветкой даже места нету. Ну, на подоконнике, теплый подоконник, там у меня теплоизоляция. И поликарбонат возле окна стоит. В общем, там не холодно. Я его сюда ставлю и будем наблюдать. До свидания. С вами была Наталья Гелезудинова.